Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Держите! Что за черт? Больше ничего нет! Этим полукреслом мастер Гампс начинает новую партию мебели. 1865 год. Санкт-Петербург. На Воробьянинова было жалко смотреть. Усы двигали, стекла Пенсне были туманны. Казалось, что в отчаянии он бьет себя ушами по щекам. Холодный, рассудительный голос великого комбинатора оказал свое обычное магическое действие. Молчи! Грусть молчи! Киса! Когда-нибудь мы с вами посмеемся над дурацким седьмым стулом, в котором нашлась глупая дощечка. Держитесь, киса! Мы с вами прошли больше, чем половину пути. Сейчас должно открыться второе дыхание. Судя по вашему виду, оно у вас уже открылось. Итак, что мы имеем? Стул, исчезнувший в товарном дворе Октябрьского вокзала, по-прежнему остается темным пятном на сверкающем фоне консессионных работ. Четыре стула в театре имени Колумба представляют верную добычу. Агентурные сведения говорят о возможном выезде театра по Волге на гастроли с теплоходом Скрябин. Слушаю, постановляю. Мы с вами отправляемся в театр на премьеру женитьбы. О! Моя молодость! О! Запах кулис! Сколько воспоминаний! Сколько интриг! Сколько таланта я показал в свое время в роли Гамлета! А как я играл! Второго могильщика это надо было видеть! Боже, какой это был! Триумф! Итак, заседание продолжается! Женитьба, автор спектакля Николай Сестрин, текст Гоголя. Да, представьте себе. Ну что ж, зайдем. Однако, три рубля за шестнадцатый ряд, это слишком дорого. Ох, как я не люблю этих мещан, этих провинциальных простофиль. Куда вы полезли? Разве не видите, что это касса? Да, но ведь без билета же не пустят. Кисовый дремучий провинциал. В Москве давно уже никто из уважающих себя граждан не пользуется услугами кассы. Для этого есть окошко администратора. Яков Милович, Яков Милович, Яков Милович, Яков Милович, Яков Милович. На мое имя, пожалуйста. Вас двое? Ну, пожалуйста, один билет, но я вас очень прошу. Зачеркни шестой ряд, девять, десять. Гражданочка, не толкайтесь. Это вы толкаетесь. Ну, я вас очень прошу. Ходят тут всякие, кто их знает, кто они такие? А может быть, он из наркомпроса. Яков Милович, пожалуйста. Кажется, я его видел в наркомпросе. Нет, но где я его видел? Где? И тут Яков Милович вспомнил. Эти чистые глаза. Этот уверенный взгляд он видел в таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу. К удивлению Воробьянинова, привыкшего к классической интерпретации женитьбы, подколесина на сцене не было. Более того, напрочь отсутствовал занавес. А почему у них нет занавеса? Ищут. Что, ищут занавес? Не только занавес, они вообще в поиске. Ну, вы знаете, по-моему, у них нет декорации. Хорошо, мы прошли бесплатно, но тот, кто заплатил деньги... Это кто ж такие? Агафья Тихоновна, неужели все четыре? Четыре. А что же они делают? Ищут. Неужели подколесины? Киса, вы безнадежно устарели. Ты совершенно не восприимчива к театральному эксперименту. Это поиск. Что вы там ерзаете? Меня беспокоят стульи. Следите за неграми. Причем здесь негры? Это слуги просцениума. От них можно ждать всего, в том числе и стульев. Что вы там ерзаете? Кто ж такой? Опоздавший? Нет, это подколесины. Кто же ищет? Этот уже нашел. АПЛОДИСМЕНТЫ Какой ужас! Все кричат, ты должен, 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 я никому не должен ничего. Даже если все хотят того же, то мне уже не хочется того же. Все хотят чего я не хочу. Ну почему? Ну почему? Позвольте мне подумать, позвольте мне решиться, позвольте мне жениться самому. Это не, конечно? Не узнаете? Хочу! Жениться! Откажу! Вы знаете, мне спектакль нравится. Серьезно? Нет, не все одинаково хорошо, не все ровно, но есть главное. Стулья целые. Положим, эти четыре Агафьи Тихоновны так плюхаются о них, что они долго не проживут. Вы правы, Киса. Нужно торопиться, промедление смерти подобно. Завтра театр уезжает в Нижний Новгород оттуда пароходом по Волге. Не могу обещать вам купе в дипломатическом вагоне. Но два жестких плацкарта будут. У вас кружится голова? Нет. Напрасно. Вагоня за стульями входит в завершающую стадию. Билеты на пароход Скрябин не продадут. То есть как это? Пароход заарендован на спецрейс. Что за новость? Что значит спецрейс? Это значит, что пароход будет останавливаться на каждой пристани и производить тираж выигрышного займа. Броси, на пароходе плывут артисты театра Колумб. Но вы же не артист. Да кто-то вам сказал, что я не артист? Для кого не артист, а для кого не артист? Бросьте стул! Вы что, с ума спятили? Один возьмем, остальные пропадут для нас навсегда. Подумали бы, лучше как попасть на пароход. Ну что, предводитель? Концессия терпит крах. Что вы молчите, как архиерей на приеме? Немедленно поезжайте в Рабис и требуйте, чтобы нам экстренно командировали художника. Художника? Художника! Я заряжу открытие парохода ровно на четверть часа. Ну, где я могу достать художника за 15 минут? Что за крик? В чем дело? Что вам надо? Ничего не надо. Я слышал, вам надо заполучить художника. Хотел уточнить условия. А вы художник? Художник. Вот и нет. Значит так, потребуется следующее. Исполнение художественных плакатов, надписей, транспаратов. Предупреждаю, работы много. Работы не боюсь. Работу свою люблю. Условия издельные, по расценкам Рабиска. А, ну кроме того, бесплатный стол и отдельная калюра. Ну что ж, согласен, но со мной еще мальчик, ассистент. Да, насчет мальчика вот не зря. Не знаю. На свой счет, пожалуйста. Пусть живет в вашей каюте. Ну что ж, мальчишка у меня шустрый. Привык к спартанской обстановке. Пропустите, пропустите мальчика. Это мой ассистент. Он ж тебе в отцы годится. Шо ж ты ему руки-то крутишь, а? Он же дедушка. Шо ж ты его держишь, а? Мальчика пропустите. Это мой ассистент. Пропустите мальчика сейчас же. Это и есть ваш мальчик? Мальчик. Мальчик. Разве плохо? Кто скажет, что эта девочка, пусть первый бросит в меня камень. Ну что ж, Киса, придется с утра сесть за работу. Работа творческая. Предупреждаю. Я художник окончил в Хутемас с отличием. Вы мой помощник из числа наиболее способных учеников. Если думаете, что это не так, можете сейчас же бежать на берег. Нет, почему же? Очень это может быть. Вы уже отплыли? С вашего разрешения. Через два часа выходим в нейтральные воды. Близ пристани верхние тетюши. Да что ж такое? Очевидно, ведущие артисты. Вы куда плывете? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение. Я им располагаю. Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну, что там ваши слотки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом кобытут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, Тем не менее, плыть по волонам в бурном море людей и событий? Не щадя живота своего, завершите вы массу открытий, Иногда не желая того. Ах, знаю, 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 порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, Отмечены в докладах и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, Налетая на скалы и мели, тем не менее, плыть по волонам в бурном море людей и событий? Не щадя живота своего. Совершите вы массу открытий. Иногда не желая того. Итак, первая остановка у пристани Лыскова. Во время тиражной операции, когда все сойдут на берег, Вы остаетесь здесь и гуляете по коридору. Я наношу визит в каюту режиссера. Один стул по требованию супруги оставлен там. Я это успел заметить, местонахождение других пока неизвестно. Вот вам текст лозунга. Необходимо иметь его уже при первом тиражировании на пристани Лыскова. Об чем речь? Будет. Чудесно. Будет. Все на тираж. Каждый трудящийся должен иметь в кармане облигацию госзайма. Киса. Вы имеете в кармане облигацию госзайма? Ага. Хорошо. Я тоже. Киса. Я давно хотел вас спросить, как художник художника вы рисовать умеете? А? Ну, буквы-то написать сможете? Ага. Значит, два дня можно мотать, потом они нас выкинут. За эти два дня надо сделать многое. Вопросы есть? Нет вопросов? Нет вопросов. Ну, тогда. Да. ВОСТОН А-а-а! Очень странно. Вы окончили с отличием в Кутемас, так кажется? Да. Я художник, а не шрифтовик. Там, где нужна композиция, где нужен колорит. Там, где во главу года ставится человек, а не буква. Извольте я к вашим услугам. Хорошо, уважаемый. К завтрашнему дню нам потребуется рекламный плакат с изображением сеятеля. Кого? Сеятеля, разбрасывающего облигации выигрышного займа. Вот это другое дело. С этого надо было начинать. Внимание! Внимание! Начинаем! Герой поигрышному займу! Срочное дело. По художественной части. Встаньте у того выхода. Если кто-нибудь будет подходить, пойте громко. Что петь? Ну уж, во всяком случае, не боже царя храни. Что-нибудь страстное? Яблочко или сердце красавицы склонно... Пшел! Пшел! О-о-о-о-о! Встаньте. А-а-а! А-а-а! Боже царя храни! Ах? Ах! Простите, я ошибся. Нет! Не надо! Нет! Тихо! Тихо! Вы поразительно догадливы, дорогой охотник за табуретками. Бриллиантов нет. Но нас можно поздравить, с нами плывут еще три стула. Девяносто девять шансов из ста. Завтра утром выбросим его за борт. К утру высохнет холст. И мы приступим к созданию монументального полотна. Сеятель разбрасывает облигации выигрышного займа. Скажу по чести Киса, я не знаю всего того, что с нами случится завтра. Но бессмертие я вам гарантирую. Да уж. Пройдут годы Киса. А они пройдут. Многое забудется. Но благодарные потомки никогда не забудут. Это эпическое. Это монументальное полотно. Попадает. 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 Раз, два, три, четыре. Пой so much. Раз, два, три, четыре, пять. Ногатки н否чь здесь немножечко. И шер. В чем дело? Потерпите. Сейчас будет готово. Я занят ногами чеителя. Так, вторая меня интересует с пятки. Так, ну теперь последний раз у меня ширится. У меня, значит, раз, два, три, четыре, пять. У него раз, два, три, четыре. Ну и хватит. Так, ногами у него доволен. Все на тираж! Сейчас будет разыгрываться тираж выигрышного займа! Киса, нужен отчаянный жест. Мне нужно пририсовать руки, иначе будут неприятности. Попробуйте как бы что-то разбрасывать вокруг себя. Хорошо, хорошо. Дай минуточку. Вот, по-моему, получилось. Отпустим. Хорошо, пускай у нас разные вкусы. Давайте спорить! Положим, я вообще за условно. Повадите! Давай! Давай-давай! Давай-давай! Довольно! Я нереалист. Я вижу мир иначе, чем вы! Ну, что из того? Дайте доехать хотя бы до Самары! Пошляки! Творение художника нельзя измерять своим аршином. С художником надо обращаться бережно. Если художник просится доплыть хотя бы до Самары, грех отказывать ему в этом праве и высаживать черт знает где. Кстати, Хис, где нас высадили? Васюки. Васюки, 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 Васюки. Вы слышали? Да, вы не могли этого слышать. Это всего лишь предчувствие. Это хрупко-эфемерная призрачная мечта. О, готово. Заарендовав клуб, гроссмейстер Бендер нанес визит в шах-секцию города Васюков, которая помещалась почему-то в коридоре управления коннозаводства. А если так? А что вы думаете, очень может быть? А, хотя... В том-то и дело. Нет, так нельзя. А если та же не годится. Гроссмейстер Бендер, провожу у вас сеанс одновременной игры. Секундочку, простите. Одноглазый шахматист вскоре вернулся с несколькими возбужденными гражданами разного возраста. Граждане приблизились к Остапу, но от волнения не смогли произнести до конца ни одной членораздельной фразы. Великий комбинатор взял инициативу в свои руки. Да-да-да, проездом в Казань. А сегодня приглашаю в сеанс одновременной игры. Вечером приходите. А сейчас, простите, не в форме. Устал после карлсбатского турнира. Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. Вы не поверите, как далеко шагнула вперед шахматная мысль. Ласкер, этот Ласкер, дошел до пошлых вещей. С ним стало совершенно невозможно играть. Он обкуривает своих партнеров сигарами и нарочно курит дешевые, чтобы дым был противник. Причем ему говоришь, говоришь, все мимо, все напрасно. Причем старик мне явно симпатизирует, да просто любит. Даже я ничего не могу сделать. Шахматный мир в беспокойстве. Скучно, девушки. Почему же не надо сказать как-нибудь красиво истинно по-шахматному? Это привело к вам союзную массу. Назвали как-нибудь красиво, например, шахматный клуб четырех коней. Или красный эндшпиль. Попрошу всех сюда, быстренько. Хирошек, всех с избори, все здесь, все на месте. Прекрасно. Значит, проголосуем. Кто за переименование? Попрошу поднять руки. Принято единогласно, приступаем. Что прекрасно, шахматы, а? Да знаете ли вы, что такое шашки, шахматы? Они двигают вперед не только к культуру, но и науку. Знаете, что при правильной постановке тела, ваш шахматный клуб четырех коней мог бы совершенно преобразить город в осюки. Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел, поэтому красноречие его было необыкновенно. Что такое шахматы? Единственный глаз васюкинского шахматиста раскрылся до пределов дозволенных природой. Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. В осюки станут центром десяти губернии. Кто вы слышали раньше о городе Саммерринге? Ничего. Поэтому я говорил и продолгаю говорить. В осюках нужно организовать международный, большой буквы, шахматный турнир. Как? 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 Каким образом? Вполне реальная вещь. Мои личные связи и ваша самодеятельность. Вот все, что необходимо для организации международного Васюкинского турнира. Подумайте, как красиво будет звучать. Международный Васюкинский турнир 1927 года. Приезд Чегорина, Стейница, Ласкера, Алехина, Хосе Рауля, Капапланки. Кроме того, я вам гарантирую и мое скромное участие. На турнир с участием таких величайших гроссмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни богато обеспеченных людей будут стремиться посетить. Но речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюкин. Строительство гостиниц-небоскребов для размещения гостей. Снабжение гостей прохладительными напитками и вообще, вообще, да, 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 именно так, как я сказал выше. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюкин, несомненно, такова и не сможет перевести всех желающих. А желающих будет много. Отсюда возникает следующая проблема, важная проблема, аэропорт. Регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анджелес и Мельбурн. Москвичи, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Не пусть, спокойно, этого не надо бояться. Столица автоматически переходит в Васюки. Не у Москвы, а то есть бывшие Васюки становятся элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. Всего мира? А впоследствии и Вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способ межпланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер, Непту, вон он. А там конец. Может быть, через 8 лет в Васюках состоится первый в истории мироздания межпланетный шахматный конгресс. Я повторяю, практически все зависит от вашей самодеятельности. Я, повторяю, организацию беру на себя. Материальных затрат никаких, кроме расходов на Телеграм. Сколько денег надо найти на Телеграм? О, смешная цифра. 100 рублей. У нас всего 21 рубль 60 копеек. Я понял, что это недостаточно. 21 рубль? 21 рубль 60 копеек. 21 рубль. Ну ладно, пусть будет 21 рубль 60 копеек. Пусть будет 21 рубль 60 копеек. Хватит. На первичные Телеграмы хватит. Ну а дальше начнутся пожертвования и денег. Некуда будет девать. Рад буду Вас всех видеть вечером на сеансе одновременной игры. Не люблю фотографироваться, но на этот раз так и быть. Двадцать пять по полтиннику. Остальные входные по двугривенному. Итого около 35 рублей. Не дурно. Я не понимаю, зачем нам нужен этот сеанс, когда деньги, которые мы получили от шахматной секции, вполне хватило бы на два билета. Вы думаете? Я уверен, сегодня был пароход Карла Липхнет. Вы могли спокойно доплыть до Астрахани и ждать там приезда театра. Я не могу оставить концессию с двадцати рублями. И потом вы пожилой человек. Вам надо хорошо питаться. О себе не говорю, зато теперь поплывем с комфортом. Побьют. Лиз, конечно, есть, но, как говорил на логичных ситуациях Кай Юлий Цезарь, жребий брошен. Вот вам пять рублей, идите на пристань, наймите лодку и ждите меня на берегу пониже амбара. Обо мне не беспокойтесь. Я сегодня в форме. Не надо! Надо! Остап скользнул взглядом по шеренгам черных, которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому и передвинул королевскую пешку с клетки Е2 на клетку Е4. Одноглазый сейчас же схватил свои уши руками и стал напряженно думать. По рядам любителей прошелестело. Красмейстер сыграл Е2-Е4. Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных досках он проделал ту же операцию. Один за другим любители погружались в лихорадочные рассуждения, освежая в памяти сложные варианты, при помощи которых надеялись сдаться Гроссмейстеру хотя бы после 22-го хода. На третьем ходу выяснилось, что Гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных семи черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если бы остап узнал, что играет такие мудреные партии, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. С необычайной легкостью и, безусловно, ехидничая в душе над отсталыми любителями, Гроссмейстер жертвовал пешки тяжелые легкие фигуры направо и налево. Одному любителю он пожертвовал даже ферзя. Любитель пришел в ужас и хотел было немедленно сдаться, но только страшным усилием воли заставил себя продолжать игру. Гром среди ясного неба раздался через пять минут. Вам мат, товарищ Гроссмейстер. Остап проанализировал положение, позорно назвал ферзя королевой и высокопарно поздравил победителя. Пора удирать. Пора, брат, пора. Вы не так коня поставите, товарищ Гроссмейстер. Конь так не ходит. А как же, по-вашему, ходит конь? Вот так. В течение ближайших семи минут Гроссмейстер проиграл еще десять партий. Потом еще четыре. Назаревал конфликт, и Гроссмейстер сам пошел на его обострение. На одиннадцатой минуте сеанса одновременной игры с доски одноглазого любителя исчезла ладья. «Только что на этом месте у меня стояла ладья, а теперь ее нет. Нет, значит, не было. Не было, была. Я ее выиграл. Тогда на каком ходу? Если хотите сдаться, так скажите, что вы у меня голову морочите». Еще через полтора минуты одноглазый любитель сказал свою последнюю фразу. «Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны». На что Гроссмейстер ответил меткой фразой. «Контора пишет». И чтобы фраза прозвучала убедительней, Гроссмейстер зачерпнул в горсть несколько фигур и произвел памятный бросок в голову одноглазого противника. Был лунный вечер. Остап несся по Серебряной улице легко, как ангел, отталкиваясь от грешной земли. Тщетные усилия васюкинских любителей, как известно, завершили с перевернутым баркасом на середине Волги. «С добрым утром, киса! Я пришла к тебе с приветом. Рассказать, что солнце встало и уже, кажется, где-то там затрепетало». «Разве уже Астрахани?» «Это не Астрахани, как говорил антитаккер, это много хуже Астрахани. Быстро собирайте вещи, мы сходим с парохода». «Что за новости? С какой стадии?» «По полученным данным, пароход Скрябин закончил тиражные манипуляции и плывет один без театра». «Подождевался театр?» «Театр выгрузился и отправился на гастроли в Пятигорск». «Каким же образом мы доберемся до Пятигорска?» «О, умница! Именно этот вопрос хотел вам задать. «Зайцем!» «Ах, зайцем! Попробую!» «Кисса!» «Сколько цен вы почерпнули, общаясь со мной!» «Да». «Как вы выросли?» «Да». «Как возмужали?» «Да». «Не хмурьтесь, предводитель! «Через несколько дней мы будем пересчитывать сокровища вашей тещи и запивать их нарзанам!» «Выше голову, киса!» «Нас ждет всесоюзная здравница!» «Минеральные воды!» «Раз, два, три, четыре!» «Нет, нет-нет, нет зале!» «Раз, два, три, четыре!» «Раз!!!» Я не в состоянии. Я больше так не могу. Может быть, вам проникнуть в театр и ночевать на искомых стульях? Вы знаете, что это невозможно? По-моему, там ночует чуть ли не весь коллектив театра. Я не слышу конструктивных предложений. Я тоже их не слышу. У вас плохой слух, мой друг. Вон идет очередное мое конструктивное предложение. Причем идет одно без посторонней помощи, что случается с ним крайне редко. Монтер театра Мечников, замеченный на рынке во время сбыта предметов театрального реквизита. Человек, так сказать, несущий искусство в массы. Мы сразу подружились. Что с нашей мебелью? Слушаю вас внимательно. Наша мебель будет ваша с нашим удовольствием. За все дело десятку. Ну, Дуся, вы меня озлобляете. Сколько хотите. Имущество, так сказать, казенное, говорю вам, как человек, измученный нарзаном. Мне ваши минеральные воды вогде. Хорошо. Берите 20. Согласны? По глазам вижу, что согласны. Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Хорошо излагает собака. Учитесь. Когда будут стулья? Утром. Утром деньги, вечером стулья. Или вечером деньги, ночью стулья. А лучше сейчас стулья, а завтра деньги. Дуся, я, как человек, измученный нарзаном, долго беседовать не смогу. Я и рад бы, но ваши условия душа не принимает. Окончательный ответ? Ответ есть эквивалент мысли. Ну, хорошо сказал. Вот досада. Деньги прибудут только завтра по телеграфу. Тогда и будем разговаривать. А пока счастливо оставаться. У меня сейчас генеральная репетиция, а силы мои на исходе. Кончь через силы. Сколько времени потребуется, чтобы достать деньги? Время, которое мы имеем, это деньги, которых мы не имеем. Нужно только 20 рублей, чтобы сокровище стало нашим. Тут нельзя брезговать никакими средствами. Нельзя, нельзя. Пан или пропал. Выбираю пана. Вы? Я тоже выбираю пана. Тогда снимите пиджак, предводитель. И побыстрее. Пожалуйста, что вы хотите делать. Ну, что вы делаете? Ну, что вы делаете? Спокойно, мой друг. Что вы делаете? Этот пиджак я ношу 15 лет. Он все как новый. Ну, что вы делаете? Без лишних разговоров, киса. Пожалуйста. Будьте ребёздны шляпком. Что вы делаете? Диас, вот, пожалуйста, 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 диас. Ближе к источнику, пожалуйста. Пожалуйста. Умойемся. Ну, что вы делаете? Ну, что вы делаете? Теперь вы дозрели и приобрели возможность зарабатывать деньги честным трудом. А французский язык знаете, надеюсь? Очень плохо в пределах гимназического курса. Ну, что ж, будем орудовать в этих пределах. Можете вы сказать по-французски? Господа, я не ел. Шесть дней. Мехе. Хорошо. Это всё? Мехе. Ну, и произношение у вас, кисуля, в каких пределах знаете немецкий? Зачем мне всё это? Затем, что вы сейчас пойдёте к цветнику и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяния, упирая на то, что вы бывший член Государственной Думы от бывшей кадетской фракции. Весь чистый сбор поступит монтёру Мечникову. Поняли? И Полит Матвеевич преобразился. Грудь его выгнулась, как дворцовый мост. Глаза метнули огонь, усы стали медленно приподниматься. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Посмотрите на него. Это не человек, какой-то конёк-горбунок. Никогда. Угу. Никогда Воробьянинов не протягивал руки. Ах, вы не протягивали руки. Не протягивал. Так протяните ноги, старый идиот. Как вам нравится этот альфонсизм? Три месяца живёт за мой счёт. Три месяца я его пою, кормлю, воспитываю. А этот альфон становится в третью позицию. Я, ну вот что, товарищ, довольна? Одно из двух. Или вы ща же идёте к цветнику и приносите вечер 10 рублей, а вас автоматически исключаю. Число пайщиков, консионеров. Читаю до пяти, да или нет. Раз. Число пайщиков, консионеров. Число пайщиков, консионеров. Господа, принимаешь па дежур. Господа, подайте что-нибудь бывшему депутату бывшей кадетской фракции, бывшей государственной думы. Господа, подайте что-нибудь. потому что ваш парль! Сижур, Эмель Зимир! Эмель Зимир! Пятая скопок! Сколько насобирали? Десять рублей пятьдесят две копейки. О, для первой гастроли дивно, ставка ведущего артиста. Я тоже зря времени не терял. Организовал продажу билетов гражданам, желающим увидеть Пятигорский провал. Кто увидит? Пятигорский провал дает в день чистого дохода пятнадцать рублей, почти как Ниагарский водопад. Вот она, Дуся, пришла. Деньги против стула? Ну, я вижу только два стула. Где третий? На третьем стуле. Ведущие творческие силы, Дуся, весь день играют в карты. Взять невозможно, при всем нашем удовольствии. Когда будет взят? Завтра. Ладно, оставьте стулья. Стулья против денег? На. Встретимся утром у источника. У источника не смогу, Дуся. Не смогу, Дуся, потому что у меня от источника начались видения. Тогда у цветника. У цветника, ясно. С великим удовольствием. Оставайтесь здесь. Здесь смотрите по сторонам. Инженер Брунс сидел на стуле того самого гарнитура, ордера от которого, в порядке злой шутки, были вручены в свое время архивариусом Коробейниковым, отцу Федору. Инженер Брунс не мог предполагать, что отец Федор напал на его след и в настоящее время стремительно приближался к окрестностям Батума. Мусик. Мусик. Мы будем сегодня обедать, в конце концов, или нет? Две минуты. Ты не можешь подождать? Две могу. И в этот роковой момент перед ним предстала бывшая духовная особа, надломленная безуспешными поисками сокровищ, духовная и финансово истощенная, и к тому же измученная длительными странствиями. Вы инженер Брунс? Да, я инженер Брунс. Батюшка! Встаньте, Немецкая Святая Духа, Батюшка! Пожалуйста, встаньте! Не встал, Батюшка! Идите немедленно, прекратите! Мусик! Не встал, Батюшка! Мусик, посмотри, что делает! Ну что, Тюрое, вы, не понимаете, поделаетесь, прекратите! Что? Матушка! 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 Пусти-ка, на уху-я! Пусти-ка! Нет, мать! Нет, мать нельзя! Садитесь! Садитесь Украшен huh? Не смею! Пусти-ка, садиться! Пусти-ка, садитесь! Гаммская работа. Да, да. Систинный орнитур. Да, да, да. Ну, на двенадцать. Продайте, люди добрые! Продайте! 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 Двадцать рублей кладу. Смотри, опять пополз. Ну, не корысти же ради. В исполнении воли пославшие бяжены. Сейчас растения нам уничтожат. Продать ему разве стуля? А? За двадцать рублей. Что? Двадцать рублей? Ну, положим, за двадцать я не продам. И за двести не продам. А за двести пятьдесят продам. Да? Так, пятьдесят рублей. Прекратите этот торг! Прекратите невеста! Мусик, а ты могу работать! Восемьдесят. Мусик, я этого не переживу. Мусик, скажи ему русским языком! О, Господи, двести пятьдесят, не меньше! Восемьдесят пять! Прекратите немедленно! Мусик, я этого не перенешу! Восемьдесят пять! Мусик, я сейчас над собой чего-нибудь сделаю. Девяносто! Девяносто! Восемьдесят. Да-да! Девяносто пять! Двести пятьдесят, не меньше! Мусик, я от него не ссорю. Мусик, я этого не переживу! Возьми себя в руки, не уступай ни копейки! А-а-а-а-а-а-а-а! Сто двадцать пять. Двесть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Однако пересечь кавказский хребет на транспорте консессионерам не удалось. Утром 19 июня участники консессии перешли Терек и углубились в долину, двигаясь по военно-грузинской дороге. Одновременно со стороны Теплиса в Дарьяльское ущелье мерным солдатским шагом вошел отец Фёдом, вошел отец Фёдом, вошел отец Фёдом, вошел отец Фёдор, отец Фёдор, возвращаясь на родину. При переходе через Крестовый перевал 2345 метров над уровнем моря его укусил Орел. Расстояние между враждующими сторонами медленно сокращалось. Как вам эти горы, кисуля? Ничего себе. А по-моему, слишком много шику. Дикая красота, воображение идиота, никчемная вещь. Единственное, что радует эта надпись. Смотрите, какая прелесть. Мы тоже должны что-нибудь оставить грядущим потомкам. Что вы скажете за киса и ося здесь были? Мел, со мной. Я лезу. Куда девал сокровища? У бедной тёщи! Коварищ Петер! Па, конкурирующая организация! Коварищ Петер! Держите батюшку! Батюшку! Батюшку украл нашу свадьбу! Отец Фёдор не выдержал муки преследования и быстро полез на совершенно отвесную скалу. Стой! Стой! Отдай колбасу, дурак! Вернись, я всё прощу! Но он уже ничего не слышал. Отец Фёдор очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Фёдором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак не удастся. Ночью он ревел так, что временами заглушал терек. Обратите внимание, товарищи, справа вы видите развалины замка царицы Тамары. Слева поселился живой человек. Как туда попал и чем живёт, неизвестно. Видите слева живого человека? И дикий же народ! Да. Дети гор! Через десять дней прибывшая из Владикавказа пожарная команда сняла отца Фёдора соответственной крути. Что это? Окрайни Тифлиса. Городок кажется неплох. Я голодаю вот уже вторую неделю. Соберите стерпение кисам, мужайтесь. Через несколько дней я подарю вам этот город. Я великодушен. Вы получите 25 рублей и три дня на разграбление города. Вам хватит трёх дней? Оставьте эти киотские шутки. Я не шучу, друг мой. Обратите внимание на тот столик. Вы узнаёте этого человека? Кто это? Господин Кислярский, владелец одесской бубличной артели московской баранки, а также активнейший член союза Меча и Орала. Это моя фортуна, Киса. Запомните, сейчас вы снова гигант мысли и... Отец русской демократии. Умница. Если я не вскрою его на 500 рублей, можете плюнуть мне в глаза. Хорошо. Мы, кажется, знакомы. Перед вами особо приближённая к императору. Гигант мысли и одновременно отец русской демократии. Да уж. Не обращайте внимания на его костюм. Это для конспирации. Прикажите подать что-нибудь. Да, уж. Хорошо, дорогой. Всё сделаем. Так вот, за нами следят. Уже два месяца. Особенно вон тот с усами, видите? Следит. Вот он. Следит. И завтра на конспиративной квартире нас ждёт засада. Придётся отстреливаться. Мы рады в этой тревожной обстановке встретить именно вас. Да? Уж. Кажется, он близок к обмороку. Только бы не свалился раньше времени. Этого человека не бойтесь. Мы уберём его сегодня вечером. Он слишком много знает. Да уж. Да уж. Они надеются нас взять живьём. Дети. Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть? Не смогу. Почему? Видите ли, я совершенно не знаком с военным делом. Но посильную финансовую помощь я оказать могу. Вы... Прошу. Вы верный... Нет, нет, прошу. Нет, обидите. Вы верный друг отечества. Я думаю, что 200 рублей... 500 рублей могут спасти гиганта мысли. Скажите, а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли. Я полагаю, что торг здесь неуместен. Браво, киса, браво. Что значит моя школа? Браво, киса, браво. И так придется еще раз насладиться бессмертным творением. А что потом? Потом мы незаметно останемся в театре, спрячемся где-нибудь за кулисами, подождем, когда в театре не останется никого, кроме нас, и... И... Мама! Давайте его сюда. Мама! Не дам. Это мой стул. Бунт на корабле? Это мой стул! Придется наказывать. Ах ты! Старая калоша. Ах ты! Ах ты! Мерси! Все? Все. А больше не надо? Больше не надо. Больше не надо. И больше никаких претензий... Мерси! Все хорошо будет. Все хорошо будет. Все хорошо будет. Быстро сюда стул, пожалуйста. Куда? Сюда? Сюда, пожалуйста. Сюда. и все. Все. Таааа. Таааа. Тааа... Ничего, ничего, киса. Ничего. Киса, повезем вас в Москву, подлечим. Да уж. Теперь у нас остается 100 шансов из 100. В дождливые дни конца октября Ипполит Матвеевич пребывал в скверном душевном расположении. За полгода бриллиантовой скачки он потерял все свои прежние привычки. И походка у Ипполита Матвеевича была уже не та. И выражение глаз сделалось дикое. По ночам его мучили кошмары. Перед глазами летала умирающая теща Клавдия Ивановна. Ипполит Матвеевич был одержим сильнейшим подозрением. Он боялся, что Остап вскроет стул сам И, забрав сокровище, уедет, бросив его на произвол судьбы. Каждый день он опасался, что Остап больше не придет. Но однажды дверь распахнула с легкостью перевернутой ветром страницы. И... Он в клубе Железнодорожников. Я видел собственными глазами. Как я нашел, гениальная комбинация, античное приключение. Одним словом, высший класс. Готовьте карманы, Кис. В клуб мы пойдем перед рассветом. Лучшее время. Стражи спят и видят сны. А сейчас советую вам немного отдохнуть. Кис, я давно хотел вас спросить. А зачем вам столько денег? Как зачем? Ну, что вы на них купите? У вас же нет никакой фантазии. Ей-богу, Кисуля. Вам 15 тысяч за глаза хватит. И потом вам деньги вообще не нужны. Вы уже старенький. Знаете, Кис, я вам ничего не дам. Возьму к себе в секретарей. Испугались? Не бойтесь, я пошутил. 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 Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся. Заседание продолжается. Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю. Что наша жизнь не крат, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться, мне уступать? Я не смею отказаться. И разве мой талант, и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть бесит, да ветер жестокий в тумане житейских морей. саджищ象. Беленед мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. И согласитесь, какая прелесть, Мгновенно в яблочко попасть почти не целесть. Орлиный взор, напор, изящный поворот И прямо в руки запретный плот. О, наслаждение, скользить по краю, Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры, Вы оцените красоту игры. Пусть бесится ветер жестокий В тумане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий На фоне стальных кораблей. Белеет мой парус такой одинокий На фоне стальных кораблей. А-а-а-а! Ті, ті, ті! Субтитрова Кінець. А-а-а-а... А-а-а-а! Ті, ті! Ті, ті! Э, ті! Этого не может быть. Этого не может быть. Ну что, солдаты, ходишь, бродишь, ни свет, ни заря? Клубом нашим интересуешься. Это понятно. Теперь все интересуются. Точно, солдаты, клуб у нас не обнаковенный. Другого такого нет. Вот, недавно отстроили. А какой такой причины нет, знаешь? Не знаю. Вот она причина-то перед тобой стоит. Еще в старом клубе дело было. Закисался к нам стул. Самый обыкновенный стул. Только раз стал я с него листричество включать. Лампочку, значит, венчивать. Да как-то крутанулся. А обшивка стерва и треснула. А из-под нее бусинки посыпались. Осыпались? Ну, я, товарища Красильникова, мы с ним обшив-то распороли. А там буржуйского добра на великие тысячи упрятано. Где же они теперь? Ищи-то! А вон они где! Разуй глаза, солдаты! Клуб для них новый построили! Со всеми удобствиями! Со зрительным залом! С раздевалкой! Боровым отоплением! Ну, со всем, что положено! Сокровище осталось. Оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям. Великолепное солнечное утро скатило с мокрых крыш на улице Москвы. Город двинулся в будничный свой поход. И Ипполит Матвеевич издал звериный крик. Бешеный, страстный и дикый крик, простреленный на вылет волчицы. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ 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 КОНЕЦ